Как добиться успеха в жизни, почему важно иметь деньги? Доступ к таким ресурсам, как учебники, компьютеры, телефоны, iPad, планшеты, кабельное телевидение или интернет, влияет на образовательные возможности и академический потенциал успеха. В условиях ограниченности ресурсов учащиеся с низкими доходами подвергаются более высокому риску бросить школу, имеют более низкие академические достижения и испытывают трудности с доступом к высшему образованию или хорошо оплачиваемой работе в будущем. Вот почему важны программы и инициативы, направленные на улучшение образовательных возможностей для студентов с низкими доходами. Они уменьшают недостатки и предоставляют возможности и поддержку людям, которые достойны и способны добиться успеха, если им предоставлена правильная поддержка. Ограниченный доступ к спортивным тренерам, объектам, спортивным тренировкам и возможностям фитнеса. Отсутствие денег влияет на вашу способность участвовать и добиваться успехов в спорте или фитнесе. Особенно потому, что дорогое оборудование, абонементы в спортзалы, турнирные взносы, взносы в лиги, расходы на фитнес-тренировки и расходы на тренерский персонал недоступны для бедных и испытывающих финансовое затруднение людей. Например, для участия в футболе необходимы спортивная обувь, одежда, мяч и другое снаряжение только для участия. Танцору придется платить огромные деньги за выступления в местном танцевальном клубе или школе. Фитнес-занятия, такие как тяжелая атлетика или кардиотренировки, требуют доступа в тренажерный зал или фитнес-центры, которые стоят дорого и могут даже не существовать в неблагополучных сообществах. Помещения требуют обслуживания. Есть причина, по которой обездоленные сообщества находятся в невыгодном положении. Местное самоуправление не может покрыть расходы на содержание сооружений или построить новые строительные объекты. Кому-то может не понравиться этот пример, но Новый Орлеан, США, в течение многих лет боролся за сохранение городских территорий. Деньги направляются на смягчение последствий повышения уровня моря в результате изменения климата, в то время как преступность и бедность повсеместно распространяются в туристических районах с красивыми историческими зданиями, которые становятся все более и более ветхими. Многие люди здесь страдают от низких доходов, безработицы и высоких расходов. Местные органы власти в равной степени перегружены и не способны поддержать людей без федерального национального финансирования. Это дает еще одну мирскую концепцию. Стоит ли переносить Новый Орлеан? Как столица Манила, должны ли мы переехать и считать все безнадежным? Как нам решить эти проблемы, которые систематически затрагивают не только людей, но также влияют на города и нацию? Для получения дополнительной информации посмотрите следующее на YouTube или небулатв.ком Использованная литература История из реальной жизни, почему география Нового Орлеана, отстой, наихудшем расположенном городе Америки История реальной жизни, почему на этом крошечном острове больше людей, чем в России Рисунок 8, небулатв.ком Одним из них является то, как правительственные чиновники Филиппин планируют переместить столицу своей страны Из-за непропорциональной бедности, с которой трудно бороться из-за последствий стихийных бедствий в пределах их географического положения Проблемы связаны с повышением уровня моря и изменением климата для обоих городов Как видите, урбанизированный доступ и хорошо обслуживаемые постройки могут способствовать успеху в повседневной жизни Особенно спортивные успехи Фитнес становится проще, когда у нас есть безопасные и чистые городские парки, фитнес-центры, пешеходные дорожки и национальные парки с возможностями для пеших прогулок Ограниченный доступ к возможностям творческого искусства Без денег будет сложно найти учителей, тренеров и доступ к возможностям для творческой деятельности Включая танцы, актерское мастерство, искусство, музыку, фотографию и кинопроизводство Опять же, когда вас окружают эксперты, преуспевающие в искусстве, танцах и музыке, вы, естественно, также будете знать, как добиться успеха в этих областях Чтобы заниматься музыкой, понадобится инструмент, учитель и уроки музыки, которые могут быть дорогими Чтобы преуспеть в искусстве, нужны художественные принадлежности, уроки рисования и доступ к подходящему рабочему пространству Для танцев нужны уроки танцев, костюмы, полноценное питание, тренажеры, обувь и другие расходы Тому, кто испытывает финансовые трудности, будет трудно участвовать и преуспевать в своих творческих интересах Вот почему нам нужно больше программ и инициатив, направленных на расширение доступа к искусству для тех, кто находится в неблагоприятном положении или живет в бедности Людям и семьям с низкими доходами следует оказывать больше поддержки, потому что они достойны и способны добиться успеха при правильной поддержке Некоторые говорят, что деньги не помеха для творчества Я утверждаю, что это барьер Это препятствие Мы преуспеваем и получаем возможности, потому что наши действия говорят сами за себя Мы можем мечтать о чем угодно, но если мы не можем воплотить эти мечты в жизнь, как нам преуспеть в этих творческих возможностях? Да, нас можно считать творческими людьми Но как нам реализовать это творчество, если у нас нет для этого средств, денег и ресурсов? Креативность – это здорово, но способность действовать в этих творческих областях и добиваться измеримых результатов успеха является наиболее важной Наличие творческого ума только помогает мне в жизни Нужно действовать в соответствии с этим творчеством, воплощать его в жизнь, регулярно выполнять эту деятельность и предоставлять обществу что-то значимое Невозможно заниматься творчеством и обеспечивать общественно полезные результаты в области танцев, актерского мастерства, искусства, музыки, фотографии и кинопроизводства, если у них нет денег, учителей, тренеров и доступа для регулярного выполнения этих задач Более того, как вам преуспеть в этих областях или оказать наибольшее влияние на общество, если вы не можете позволить себе маркетинг и распространение своего творчества Ваше творчество поможет вам только без денег Снижение способности хорошо путешествовать, разбираться в улицах и приобретать мирской опыт Отсутствие денег может повлиять на вашу способность путешествовать, вести уличную жизнь и приобретать мирской опыт, который поможет вам преуспеть в жизни Я твердо верю, чем больше я делаю и больше испытываю, тем больше я смогу превзойти себя в невзгодах, карьере и жизни Легко понять, как отсутствие денег может ограничить вашу способность путешествовать Вы можете ходить пешком, ездить на велосипеде, водить машину, ездить на поезде или летать Но как далеко вы сможете путешествовать с имеющимися у вас ресурсами и деньгами? И еще, можете ли вы взять с собой всю семью или это непосредством? Путешествие позволяет вам лучше понять культуру, технологии и жизнь других людей Эти знания и опыт только помогут вам в жизни Рисунок 10, Пинтерест Путешествия и знакомства с различными культурами могут расширить ваш кругозор и помочь им развить такие навыки, как адаптивность, общение и решение проблем Доступ к мирскому культурному опыту, такому как посещение концертов, посещение музеев или участие в других мероприятиях, затруднен без денег Людям, живущим в бедности, трудно путешествовать или знакомиться с разными культурами из-за нехватки ресурсов, транспорта или других препятствий Люди по-прежнему могут добиться успеха в жизни благодаря упорному труду, образованию и профессиональному развитию Без финансовых ресурсов или доступа к возможностям для путешествий вы никогда не сможете приобрести определенные навыки Опыт и знания, которые требуют путешествий по миру Знания улиц и наличие мирского опыта часто требуют воздействия различных сред и ситуаций Вы можете сказать, что любой может быть уличным Хотя я имею в виду не это Да, жизнь, полный невзгод, может помочь вам лучше справляться с ситуацией на улице в трудных ситуациях Но можете ли вы знать, как передвигаться и выживать в других странах, путешествуя в одиночку и безопасно путешествуя, когда образ жизни, языки, религия и другие факторы различны? Можете ли вы эффективно добраться из пункта А в пункт Б? Будете ли вы ограничены вашими языковыми навыками, опытом путешествий на поезде или самолете или способностью управлять автомобилем на большие расстояния? Без денег на путешествия, вы не можете путешествовать и приобретать такие навыки уличной жизни Наконец, почему наличие денег бессмысленно? Хотя деньги или их отсутствие могут повлиять на счастье, самореализация или успех человека в жизни Они могут поддерживать ценные отношения, быть активными и творческими, профессионально развиваться и сохранять целеустремленность независимо от денег Сосредоточение внимания на деньгах может вызвать стресс и беспокойство, особенно когда вы боретесь или пытаетесь накопить больше богатства Люди, которые отдают приоритет деньгам или одержимы ими, могут обнаружить, что они менее удовлетворены или удовлетворены, чем те, кто сосредотачивается на других сферах своей жизни Некоторые считают, что Вселенная дает вам то, над чем вы сосредотачиваетесь, поэтому сосредоточьтесь на вещах более важных, чем деньги Деньги бессмысленны и требуют стресса только в том случае, если вы сосредоточены и одержимы ими Деньги в могилу не унесешь Избыток этого не принесет вам никакой пользы Жизнь может заключаться в том, чтобы иметь немного больше, чем необходимо для удовлетворения основных жизненных потребностей, перечисленных здесь в первую очередь Возможно, именно поэтому фильм «Джон Кью» с Дензелом Вашингтоном настолько силен Это дает нам понимание того, почему все, что нам нужно, это лишь немного больше, чем самое необходимое для жизни, такие как доступ к свободной от токсинов питьевой воде, еде, жилью, одежде, средствам гигиены, здравоохранению, образованию и Т-дней Деньги — это всего лишь бессмысленный инструмент, используемый для обмена товарами и услугами Это всего лишь бумага и монета Мы должны использовать деньги, чтобы с их помощью улучшить мир вокруг нас Это не жизнь Это не бесценно Мы определяем его стоимость Если бы мы не придавали ему ценности, как недвижимости, у него не было бы никакой ценности Деньги не определяют ценность или ценность человека как человеческого существа Деньги — это социально сконструированная концепция, которая не имеет ценности по своей сути Его ценность основана на убеждении, что его можно обменять на товары и услуги Его стоимость колеблется и варьируется по всему миру Деньги создают дисбаланс власти, который способствует социальному неравенству Эти различия наносят ущерб мировому успеху Но у денег есть ограничения Это не всесильно Он не может выиграть войну против судьбы Оно не сможет купить вам место на небесах Только добрые дела и влияние на оказание положительного воздействия на общество могут обладать реальной властью Власть не является позиционной Это влиятельно Великие лидеры обладают властью не из-за денег, а потому, что люди охотно идут за ними в бой Люди внимательно слушают каждое слово Они доверяют Они чувствуют, что их ценят Самое главное Они знают, что следование за этим человеком только приблизит их к достижению того, что для них наиболее важно в жизни Деньги не определяют характер человека, его навыки, опыт, потенциал успеха или ценность для общества Люди достигают успеха и самореализации в жизни независимо от своего достатка Некоторые из самых успешных людей в мире начинали без денег Если вы можете выбрать жизнь без этого и стать лучше, не так ли? Характер человека и то, как он делает мир вокруг себя лучше, вот что придает наибольший смысл жизни нам самим и другим Бесконечная погоня за деньгами имеет негативные последствия Люди, которые ставят деньги превыше всего, жертвуют своим здоровьем, отношениями и общим благополучием в погоне за богатством Как сказал бы Далай-Лама, когда его спросили, что его больше всего удивило в человечестве Ответил человек Потому что он жертвует своим здоровьем, чтобы заработать деньги Затем он жертвует деньгами, чтобы восстановить свое здоровье И тогда он так беспокоится о будущем, что не наслаждается настоящим В результате он не живет в настоящее или будущее, он живет так, как будто никогда не умрет А затем умирает, никогда не живя Наличие влиятельных отношений с другими людьми и оказание положительного влияния на жизнь других людей Вот что создает смысл в нашей жизни Дело не в том, что у нас есть, что мы носим или куда путешествуем Как объясняют Гэндальф и Фродо, мне бы хотелось, чтобы это не произошло в мое время, сказал Фродо Я тоже, сказал Гэндальф, и все, кто доживет до таких времен Но это не им решать Нам остается только решить, что делать со временем, которое нам дано Джоулий, Эр, Эр, Толкиен, Братство Кольца Уточняю, не нам решать, какая невзгода или ситуация нам донось Только от нас зависит, что мы сделаем с отведенным нам временем Я говорю, деньги бессмысленны Напротив, жизнь – это то, что мы делаем с отпущенным нам временем Нажмите на изображение в верхней части видео, чтобы посмотреть больше видео в плелисте, созданном специально для вас Обязательно подпишитесь, чтобы получать больше видео, которые помогут вам повысить уровень своей жизни и добиться успеха во всем, что вы делаете Давайте добьемся совершенства во всем, что мы делаем, и вместе построим удивительное сообщество, комментируя видео Я обязательно отвечу в ближайшее время Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...